Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ой, ребята, вы уже здесь? Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Света, а вас? Меня Иван. Меня Аня. Очень приятно. Ребята, давайте расскажем нашим маленьким телезрителям, где мы сегодня с вами оказались. Кстати, вы знаете, что это за место? Да. И что же это за место? Страна безопасности. Отлично. Давайте присядем, и я подробнее расскажу всем обо всем. Присаживайтесь. Итак, ребята, страна безопасности – это единственное место на Земле, где с вами никогда ничего плохого не случится. Мы с вами на протяжении четырех дней будем учить простые правила грамотного поведения буквально в любой ситуации. И эти правила постараемся объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй очень важный – это, ребята, конкурс. А поэтому в конце конкурса победитель определится, который получит главный приз. Впрочем, тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Что ж, вы уже, ребята, 38-я команда игроков, которые вступают в борьбу в стране безопасности. Наш конкурс длится четыре дня, и после каждого из дней мы с вами будем подводить итоги. Ну, а сейчас время нашего первого конкурса. Поскольку мы только начинаем наше соревнование, то сложных заданий я вам давать не буду. Мы с вами будем отгадывать загадки. Задача ваша очень простая. Я читаю загадки, а отгадки уже есть у вас. На ваших стендах твой Анюта вот этот слева, а твой Вань справа. Вы должны будете выслушать загадку на скорость, найти отгадку и принести ее мне. Каждый правильный ответ стоит одну фишку. Еще фишка тому, кто быстрее принесет мне отгадку. Ну что, все понятно? Хорошо, тогда начинаем. Кстати, ребята, все загадки объединяет одна общая деталь. И тот из вас, кто сможет мне в конце этого конкурса назвать эту деталь, получит от меня еще дополнительно две фишки. Так что будьте внимательны и готовьтесь отвечать на мой вопрос. Итак, первая загадка. Мы землю глубоко копаем, и в глубине земли мы людям уголь добываем, чтобы дом топить могли. Марш! О чем идет речь? Так. Шахтер. Правильно, ребята, это шахтер. Вань, Аня была буквально на доле секунды быстрее тебя, поэтому за скорость я ей фишку отдаю. И за правильный ответ. И тебе тоже за правильный ответ. Держи свою первую фишку. А я читаю следующую загадку. Слушаем до конца. Длинная загадка. Что за парень здоровенный? В форме он, а не военный. В каске, как артиллерист. Не солдат и не танкист. Если где-то вдруг случайно от огня грозит беда, этот паренек отчаянный сразу поспешит туда. Ловко прыгнет он в окошко и спасет детей и кошку. Победит огонь коварный, потому что он... Побежали. Кто? Вот. Поднимаем магнит. Ребята, правильная отгадка. Кто это? Пожарный. Отлично. На этот раз Ань, Ваня, чуточку тебя опередил. Поэтому меняемся. Ляли. Получаем две Ваня-фишки и одну Аня. Следующая загадка. Внимание. Средь облаков на высоте мы дружно строим новый дом, чтобы в тепле и красоте. Счастливо жили люди в нем. Побежали. Побежали. Ой, опять девчонка нас опередила, Вань. Правильный ответ. Строитель. Держи, Ань, ты две. Звань у тебя одна. Ребята, внимание, последняя загадка в первом конкурсе. Конструируют машины, корабли, станки, игрушки, небоскребов, всех махины, самолеты, краны, пушки. И решит любой пример. Дети, это... Кто это? Ах, эти магниты, Ань, подводят, да? Тормозят процесс. Но тем не менее, ответ правильно, ребят. Кто это? Инженер. Инженер, правильно. Отгадали, молодцы. Ну что, Вань, две фишки твои и одна, Анют, твоя. Очень хорошо вы справились с моим первым конкурсом. Большие молодцы. Но первый конкурс на этом не завершен. Как и обещала, сейчас у каждого из вас есть возможность заработать две фишки. Кто знает ответ, ответ на мой вопрос? Ты тоже знаешь, но Аня тебя опередила, Вань, да? Ну что, будем девочке уступать? Тем более на руку первую подняла. Анют, что объединяет, какая общая деталь, все наши сегодняшние загадки? Пожар. Ну, пожарный, пожарный. Вань, ты согласен? Нет. Не согласен? Ну, давай свою версию. Нет, то, что это все происходит в доме, если не соблюдать безопасность в доме, то тогда, ну, может всякое произойти. Два ответа, они два неточные, ребята. Но с Ваней я соглашусь больше. Ребята, я сейчас вам объясню. Ну, ты говоришь пожар, а при чем строитель пожар? Ну, потому что там, если что-то не так сделают, то может произойти пожар, если не соблюдать правила безопасности. Может произойти пожар. Ну, бывает всякое, конечно. Ребята, но я хотела от вас услышать другой вопрос, правильный. Вы обратите внимание, о чем, о ком шла речь в наших загадках? Посмотрите, инженер, строитель, пожарный, шахтер. О чем речь? Кто эти люди? Что мы говорили о них? Вы называли что? Мы, ну, что они строят, спасают. Это что? Это профессия. Это профессия, ребят, это профессия. Вы знаете, в итоге общим усилием мы, конечно, ответили на вопрос, и каждый дополнял. Поэтому, наверное, две фишки. Давайте разделим. Одну Аня, а одну Ваня. Согласны? Да. Отлично. Ну, на этом, пожалуй, уже можно ставить точку в нашем первом конкурсе. Ребята, а как вы считаете, какая из этих профессий самая важная? Пожарная. Пожарная. Ну, с тобой, Аня, я, пожалуй, с вами соглашусь. Потому что, действительно, пожарный или спасатель – это человек, который всегда сможет прийти в трудную ситуацию и помочь. Помочь в этой ситуации. А сейчас, ребята, я хочу вас познакомить с человеком, который по пожарной безопасности знает практически все. Она уже вышла с нами на связи. Внимание на экран. Ребята, привет! Здравствуйте! Со многими из вас мы уже успели познакомиться. Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Мы с вами уже не раз говорили о коварстве льда, а сегодня поговорим о том, что делать, если вы провалились под лед. Ребята, как вы думаете, что надо делать в такой непростой ситуации? Надо кричать и звать на помощь. Надо карабкаться вверх, хвататься за что-нибудь, что может тебя удержать. Так, хорошо, слушаем дальше, Мария Александровна. Ребята, если такое случилось, то действовать нужно решительно, и главное – не паниковать. Громко зовите на помощь взрослых. Если поблизости никого не оказалось, попытайтесь выбраться на лед самостоятельно в том направлении, откуда вы двигались. Для этого надо как можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью и набросить ногу на край льда. Если лед выдержал, осторожно и медленно ползите к берегу. Если самостоятельно выбраться из воды так и не удалось, постарайтесь зацепиться за лед как можно дальше от края полыньи и громко зовите на помощь. Ребята, запомните, замерзшие водоемы – не место для игр. Это может быть очень опасно. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, это еще не все испытания на сегодня. Впереди финальное задание будет и последняя возможность сегодня заработать фишки. И сейчас мы проверим, насколько вы внимательно слушали эксперта по безопасности Марию Александровну. Если вы внимательно слушали, то с легкостью справитесь с задачей, которую я сейчас перед вами поставлю. Итак, я буду читать фразу. Она может быть как правильной, так и неправильной. Если она правильная, то вы поднимаете вот так зеленую карточку. Если неправильная – красную. За каждый правильный ответ, ребята, вы заработаете две фишки. И плюс одна фишка тому, кто справится быстрее соперника. По-моему, все понятно, да? Тогда я предлагаю начать. Так, первая фраза. Играть зимой на речке абсолютно безопасно. Итак, ребята, молодцы. Ответ абсолютно правильный. Чуть-чуть был, по-моему, Иван быстрее, да, чем Аня? Совсем чуть-чуть. Поэтому три фишки тебе, Вань. И две фишки, Ань, тебе за правильный ответ. Следующая фраза. Замерзший водоем – это место повышенной опасности для человека. Правильно. Это действительно очень опасное место. Чуть-чуть быстрее была Аня. Три фишки ей. И две Вань, тебе за правильный ответ. Опа. Слушаем внимательно. В любой экстренной ситуации главное не паниковать. Да-да-да, абсолютно верно. Главное не паниковать. Аня, снова три твои. И Иван, твои две. И последняя фраза. Внимание, внимание. Последние фишечки на канун. В случае, если вы попали в беду, звонить надо по номеру 101 или 112. Правильно. Правильно. Снова, Анюте, три фишки. Чуть-чуть она быстрее у нее рука. Так, хоп. Ваня, две тебе. Хорошо. Кладите карточки, ребят. Конкурсы закончились на сегодня. Давайте посчитаем, сколько фишек в первый игровой день вы заработали. Сколько? 18. Правильно. 18 у Ани. 16. 16 у Ивана. Ой, совершенно минимальная разбежка, всего лишь две фишки. Хорошо, ребята. Ну что, встречаемся завтра и продолжаем наши соревнования. А на сегодня все. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова